Дорогие друзья, сегодня ночью я записал в инстаграм и на канале в гостях у Гордона свое обращение по поводу того, что мое интервью с Андреем Иларионовым пропало из поиска ютуба. Его нет и сейчас, если вы забьете в ютубе Гордон Иларионов или Иларионов Гордон, вы увидите много разных интервью с Андреем Николаевичем, много разных отрывков, но не найдете интервью, которое мы записали с ним в Киеве на прошлой неделе и подкрепили скайпом из Вашингтона. Я опираюсь на то, что пишут в комментариях удивительные вещи. Интервью с Андреем Иларионовым было в России на 11 месте в трендах, потом пропало. В Украине тоже было в трендах, пропало. В Одноклассниках ссылку на него удаляли. Такого еще не было. Налицо явная какая-то диверсия. Я думаю диверсия российских спецслужб, потому что в этом интервью Андрей Иларионов рассказал невероятные вещи и о Путине, и о России. И об убийстве Бориса Немцова. То, чего я вообще не знал. Я думаю не знал никто. Там сенсационные подробности. И наконец о том, почему Путин спешит, чего он боится. В частности о суде в Гааге над теми, кто сбили Боинг MH17, который летел над Донбассом в 2014 году. У меня большая просьба, дорогие друзья, учитывая, что кто-то против нас работает явно. Пожалуйста, распространяйте это интервью. Рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Давайте сделаем все, чтобы слова бывшего советника Владимира Путина по экономике в течение пяти с половиной лет, специального представителя России в большой восьмерке, который сейчас находится в оппозиции к путинскому режиму Андрея Иларионова, дошли до как можно большего количества людей. Давайте поможем. Я обращаюсь к вам с этой просьбой. Ну вот, кстати, один из фрагментов интервью с Андреем Иларионовым, которые могли вызвать в Кремле переполох. Недавно первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова, герой Советского Союза, одна из икон советского строя, выступила в Государственной Думе. Она депутат Государственной Думы России с предложением не считать предыдущие сроки Владимира Путина за президентские сроки, обнулить их и дать ему возможность избираться столько президентом, сколько он захочет. Вы приветствуете этот шаг? Да, это интересный шаг, безусловно. Я бы вот на что обратил внимание. Дело в том, что госпожа Терешкова, или, может быть, точнее, товарищ Терешкова, выступила с этим предложением 10 марта. Причем в тот момент, когда Государственная Дума уже завершала все процедуры для голосования во втором чтении, во втором варианте всех поправок. Этой поправки не было. Она не рассматривалась ни комитетами, ни Государственной Думой, ни рабочей группой. Эта поправка не вносилась самим Владимиром Путином ни 15 января, когда он выступал перед Государственной Думой, ни позже. Эта поправка появилась в самый-самый-самый последний момент. О ней никто не говорил. Если мы вспомним сейчас, за два месяца, почти два месяца, которые прошли с 15 января, было очень много разговоров про то, что Путин собирается уйти на пост председателя Государственного Совета. Было немало заявлений, в том числе и в разговорах на публичных мероприятиях, о том, что якобы Путин заболел или его не будет через год или через два политической жизни России и вообще какой-либо политической жизни. И вдруг внезапно такое предложение. Многие люди еще раз пересмотрели все предложения, которые обсуждались в течение этих почти двух месяцев. Никогда такого не было. Значит, что-то произошло. Как говорил Виктор Степанович Черномырдин, никогда такого не было. И вот опять. Спрашивается, что же произошло? И что же произошло такого, что заставило товарища Терешкову сделать это предложение даже в середине дня 10 марта, когда утром этого еще, кажется, не было. Самое главное событие произошло в этот момент, в этот день, не в Москве. Оно произошло в городе Гаага на суде по сбитому Боингу MH17. Утром 10 марта в Гааге выступил свидетель под ником М-53, который сообщил суду и всему миру, потому что велась прямая трансляция, которая, естественно, была доступна и в Кремле, во время этих свидетель показал, что находился в момент пуска ракеты рядом с этим Буком. Он подтвердил, что ракета была запущена из Бука М-1 53-й Курской противозенитной бригады. Это не было большой новостью, потому что это мы знаем, но это было подтверждение физического человека, который находился там. Более того, он сообщил о том, что вокруг и рядом с этим пуском находилось несколько офицеров ФСБ. И он привел соответствующие убедительные подтверждения. Кроме того, было сообщено о том, что Бук был не один. Пытались переправить и второй Бук, который сломался. Именно эти показания, которые, как кажется, являются не единственными подтверждающими уже не только с точки зрения технического анализа, не только с точки зрения геолокаций, не только с точки зрения фото и видеоматериалов, но и с точки зрения физического свидетеля, который видел, наблюдал пуск ракеты по малайзийскому лайнеру MH17, в присутствии группы офицеров ФСБ радикально меняет с точки зрения обитателя Кремля всю ситуацию. И таким образом никаких других механизмов для обеспечения собственной безопасности от неизбежного грядущего решения ГАГского суда, кроме как продления своего положения на посту президента Российской Федерации, не остается. Если мы обратимся на секундочку, на 15 января 2020 года, на два месяца тому назад, то самая главная поправка, которая была предложена именно тогда, заключалась в том, что российское законодательство с момента принятия этих поправок приобретает приоритет по сравнению с международным законодательством. Это самая главная поправка. Все остальное вспомогательный, а иногда и просто дымовая завеса. Самая главная поправка заключалась именно и была нацелена. Почему она была с такой скоростью объявлена? Вообще зачем был запущен с такой невероятной скоростью этот процесс сразу же после зимних каникул? И почему он осуществляется с такой беспрецедентной скоростью сейчас через все институты государственной власти в России? Для того, чтобы эти изменения в Конституцию были введены до того момента, как в Гааге будет принято судебное решение. Следовательно, гонка идет на то, чтобы это решение было принято до того момента, когда суд в Гааге объявит виновных в том, кто сбил Боинг. В гибели 298 человек. А вы верите, что суд в Гааге признает виновным лично Путина? Самое важное здесь не в том, что скажет суд в Гааге, какое решение он примет. Самое главное в том, как обитатель Кремля воспринимает возможное решение суда в Гааге. Это гораздо важнее. И вся та судорожная, истеричная реакция, которую мы наблюдаем последние два с лишним месяца, демонстрирует лучше, чем что бы то ни было, какое решение ожидает обитатель Кремля и какого решения он более всего боится. Учитывая Гаагу, учитывая неспокойную ситуацию в Сирии, учитывая отношения с турками во главе с Эрдоганом, учитывая резкое падение цен на нефть, учитывая коронавирус, учитывая настроение российского общества, не кажется ли вам, что Путину скоро конец? Вы знаете, все, что вы назвали, кроме самого первого пункта, является исключительно важным. Важным для российского общества, важным для российской экономики, важным для мира и для мировой экономики. Это важно для каждого гражданина нашей страны и граждан соседних стран. Но первый факт является абсолютным, просто превосходящим по важности все остальные события для Владимира Путина. Кризисы приходят и уходят, войны начинаются, продолжаются, не завершаются, гибнут другие люди. Но в данном случае первый пункт касается личной безопасности, личной свободы Владимира Путина. Более того, именно то внимание, которое он обращает на суд в ГАГе, на то, что там происходит, вся эта кампания дезинформации, которая идет почти 6 лет относительно того, кто якобы сбил MH17, то, что делают российские средства массовой информации. Беспрецедентное появление самого Владимира Путина в помещении Государственной Думы, такого не было никогда, чтобы он там появлялся. А если он появляется, как обычно, с многочервым опозданием, тут он появился моментально. Но он случайно проезжал мимо? Конечно. Такого никогда не было, чтобы в течение 10 дней после 17 июля 2014 года он провел 50 телефонных переговоров с руководителями западных государств, уговаривая их надавить на Украину, чтобы Украина прекратила наступление на Донбассе, чтобы по итогам гибели MH17 были приняты соответствующие решения. Никогда такого не было, чтобы президент Российской Федерации объявлял минуту молчания в память погибших нероссийских граждан не на российском самолете, погибшим не на российской территории, вылетевшим не из российского города и летевшим в нероссийский город. За день до этого или за два дня до этого была крупнейшая катастрофа в московском метро, где погибло 23 человека. Никакой минуты молчания не объявлялось. Все это и очень многое другое показывает, насколько исключительным именно в глазах Владимира Путина является гибель MH17. Беспрецедентной. И это говорит о том, что в руках у мирового сообщества, у Голландии и у Украины есть самый эффективный инструмент для того, чтобы прекратить войну на Донбассе, для того, чтобы в конечном счете восстановить контроль Украины и над Донбассом, и над Крымом. И над Крымом. И над Крымом. Это террористический акт по отношению к MH17. К тому, кто это осуществил, почему приказу, и за кого погибли невинные гражданские лица. И это в руках Украины использовать этот инструмент не только в память погибших, но и для того, чтобы обеспечить восстановление полной юрисдикции над оккупированными территориями и для прекращения кровопролития. К большому сожалению, Украина не пользуется этим инструментом. Более того, отдает важнейшие рычаги в этом деле агрессору.